Буквально вчера вышла инсайдерская сборка Windows 11 с билдом 26040, в котором нововведения оказались большие и полезные. Появилась поддержка USB стандарта нового поколения с 80 гигабитами в секунду, в проводнике появился полноценный новый архиватор, в котором можно выбрать степень сжатия от 1 до 9, и архивировать файлы можно теперь в форматах 7zip или tar. WordPad больше не встроен в систему, а при обновлении он удаляется. Иконка копилота теперь находится справа в часах, а функция сворачивания всех приложений по умолчанию отключена. Обновили иконку диспетчера задач, чтобы она соответствовала всем иконкам Windows 11, и как обычно очень много исправлений и багов. Но и самое главное, начиная с этой сборки, теперь будет новый установщик системы, который еще с далеких времен Windows Vista абсолютно не менялся, разве что меняли брендинг, а в 2012 просто убрали фон. Инсталлятор на вид теперь точно такой же, как в Media Creation Tool, разве что можно подметить, что работа с дисками очень красивая. Но никто не обратил внимания на надпись «Сохраните и закройте файлы, прежде чем начать», после того, как ты форматнул все диски. Инсталлятор просит тебя, чтобы ты сохранил все файлы, которые ты и так только что удалил. Microsoft, вы там совсем кукухой поехали? Неужели они просто взяли Media Creation Tool и запихнули его в Windows PE? Итак, вот что мы выбрали. Установить Windows 11 Pro и ничего не сохранять. Можно подумать, у человека вообще был выбор. Инсталлятор так смешной и жалко выглядит, и я надеюсь, что Microsoft исправит это недоразумение, потому что это вообще не серьезно. Ну и чисто моя придирка, потому что я человек, который не любит, когда установка доходит до 76%, компьютер перезагружается и процентаж начинается с нуля. Если вы думаете, что это я криво смонтировал и вот так вот по-дебильному разместил элементы, то нет, это теперь такой инсталлятор. Нововведений много, но багов оказалось еще больше. Во-первых, когда я дохожу до 10%, вылезает отчет об ошибках Windows, который непонятно куда его отправляет, ведь интернета нет. А потом у меня просто перезагружается виртуальная машина. Я потом перекачал, а образ установка дошла до 70% и он снова перезагрузился. И лишь на третий раз я смог установить систему, но самое веселое только начинается. Хотелось бы начать с того, что в этой сборке произошел отвал полностью всего XML. Отвал с тенями, цветами и вообще отображением каких-либо иконок, начиная от анимации в первоначальной настройке, которую вы можете наблюдать сейчас, и заканчивая анимацией конца настройки, где вообще-то должно быть красивое размытие. А в итоге мы получаем багованную анимацию как будто за полторы тенге. Оказывается, баги каждый раз разные, и я делал еще вот такие три скриншота, где у меня вот на анимации было аж целых два разных бага. После первого запуска у меня просто не запустился рабочий стол, а при попытке открыть диспетчер задачи у меня произошло вот это. Вот запустился у нас рабочий стол. Казалось бы, я просто открываю меню пуск, но после этого у меня пропадает иконка. С иконкой поиска вообще происходит непонятно что, а когда я нажал на поиск, он у меня просто взял и пропал. Потом, когда я опять нажал, он переместился наверх, и с панелью задач произошло вот это. У меня зависла система, и пока я двигал курсором, она прорисовала, что я обновлял. Потом я нажал на пуск, но поиск опять пропал. Когда я открыл быстрые настройки, у меня вылетел проводник, и только после этого они запустились. А после того, как я нажал на раскладку, у меня испарилась половина панели задач. Я умудрился открыть одновременно меню раскладки клавиатуры и быстрые настройки, хотя Windows такого делать обычно не позволяет. Иногда отваливается отображение панели задач, у кого-то отваливаются и поиски панели задач, а у меня вообще при загрузке вот так вот загрузился проводник. Они сломали быстрые настройки, и теперь их нельзя ни добавлять, ни удалять, еще и текст в русском языке не влезает. И напоследок у меня после чистой установки на виртуальную машину создалась зачем-то папка Windows Old. Это тот случай, когда фраза «устанавливайте на свой страх и риск» достигла своего совершенства. Ведь сами Microsoft в своем блоге написали, что многие популярные игры вообще выдают зеленый экран смерти. Раньше большинство инсайдерских сборок ограничилось лишь невозможностью запустить игры. На этом у меня все. Ролик получился краткий, потому что это в принципе все изменения. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился ролик, можете поставить лайк и подписаться на канал. Желаю всем удачи и до скорой встречи.